Добрый вечер. Так, начинаем. Сегодня какая тема у нас? Партнерские отношения. Как узнать, ваш партнер, не ваш партнер, изменяет он, изменяет честно он с вами? Действительно, как идут с ним взаимоотношения? Это может быть муж, это может быть потенциальный муж, это может быть ухажер. Поэтому сейчас мы будем где-то эту тему разбирать. Она интересная, ну немножко отвлечет, будем говорить, от нынешних событий каких-то определенных, напряженных. Поэтому это всегда в темы. Особенно для девочек, хотя и для мальчиков тоже. Поэтому символы, которые могут указывать на партнерские отношения. Одни из них это обувь. По обуви можно очень много узнать, очень-очень-очень. Значит, давайте мы посмотрим. Вот смотрите, первое. Может указать пара года, когда вы встретите своего человека. То есть это может быть осенняя обувь, летняя обувь, шлепанцы. Если шлепанцы, ну это курорт может быть, это летняя, это временная такая вещь, потому что мы в шлепанцах не ходим. Например. Может быть демисезонная какая-то обувь. Но вот если это зимняя обувь, конкретно зимняя обувь, значит, кавалер, если вы не замужем, придет зимой. Или же, может быть, какие-то события произойдут именно вот зимой. Если это весна-лето и опять сапоги, это весна-лето. Значит, ой, весна-осень. Значит, именно вот весной и осенью тоже может где-то встретиться ваш суженый. Лето – это лето. Опять, летом же разные бывают. Как я сказала, есть босоножечки, поэтому босоножки, понимаете, есть летние туфли, есть босоножки. Здесь все равно в любом случае босые ножки. Вот обратите внимание. Все равно здесь летние, они надолго не будут, если это босоножки. Босые ноги – это к одиночеству. Это к тому, что человек не будет чувствовать себя замужем. Даже если она замужем, женщина замужем, и она видит, что она идет, например, по улице, где очень грязно и идет босая, это говорит о том, что у ней очень плохие отношения, она чувствует себя одинокой. Грязная улица – это грязь в отношениях идет. Это, может быть, и измены. Может быть, измены. Снился женщине сон, что она идет по дороге. Говорит, дорога грязная, грязная. Добрый вечер. Грязная – грязная дорога. Но, она говорит, сбоку идут вот как глина, и очень много-много ног, следов оставлено. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что женщинам проходит ту же грязь, которую проходят очень многие. Она разводилась в это время. Разводилась очень тяжело. Делились практически все делилось. Поэтому вот к этому и сон и шел. И они развились. Почему? Потому что это одиночество. Поэтому, если вы идете, видите, что вы идете по дороге и босая, значит, тут надо что-то думать и грязные, или просто босые даже. Здесь надо думать, что как наладить взаимоотношения. Или же сделать выбор. Иногда бывает выбор. Вот, бывают года, когда можно сделать... Ну, бывают года такие. Это надо по гороскопу смотреть. Когда человеку, если не очень хорошее взаимоотношение, в этот год он может их закончить. Так, скажите, пожалуйста, сон. Перебирала чайные пакетики, выбирала средний вкус чая. К чему может снится? Чай обычно снится каким-то посиделкам, расслаблению в этом отношении. И вот здесь вы могли просто перебирать, какие формы отдыха вам, может быть, сделать. Понимаете? Выбирайте вкус чая. Пакетики. Пакеты. Ну, пакет, может быть, что такое? Пакет для отдыха, может быть, куда-то пойти или еще что-нибудь. Похоже на это. Идет. Среди них вкус чая выбирали. То есть, скорее всего, надо просто... Может быть, чай обычно пьют где-то в более узком кругу. Понимаете? Если куда-то выходит, обычно... Ну, пьют, будем говорить, или спиртные напитки, или кофе хотя бы пьют в этом отношении. А чай – это чисто домашние какие-то посиделочки. Поэтому вот здесь и был какой-то выбор. Скорее всего, у вас вы перебирали, как провести, может быть, время. Время или будете выбирать, как провести, например, свободный выходной день с семьей, может быть, или с кем-то. Так, дальше. Поэтому это вот это одиночество идет. Может быть, женщина будет не замужем. Может быть, не замужем. Но она тоже может быть именно вот как бы одинокой. Тоже может идти от босса и все остальное. То есть, у нее не складываются отношения. Почему? Тут надо разбирать почему. Еще какие отношения, которые рвутся постоянно. Вот смотрите. Очень часто, если женщина видит в себя, например, носки, колготки, то, что две ноги парные ноги, движение парное идет. Оно не всегда жестко так, но, тем не менее, это тоже указывает, будем говорить, на парные отношения. И тут, может быть, постоянно что-то рвется, рвется, рвется. Черные колготки рвутся. Это говорит о том, что, может быть, или у вас идет депрессивное состояние в парных отношениях. Может быть, потому что постоянно эти отношения могут рваться. Или же наоборот, по вашей характеристике, опять смотрим в гороскоп, может быть, вы депрессивный человек, и, ну, мужчинам не нужно с самого начала депрессивно. Женщина больше нравится легкая, веселая, которая позитивная. Ну, в любом случае, вы же тоже, мужчины тоже любят, он говорит, позитивных, легких, веселых женщин. Точно так же, как и женщина. Если мужчина бука, и он такой постоянно серьезный, в плохом настроении, все остальное, я думаю, вы тоже с ним общаться не будете. И грузить еще своими проблемами. Я всегда говорю, ну, женщина и женщина. И поэтому я говорю, сперва выйти замуж, а потом уже будете вешать свои проблемы на него. Пока этого не надо, нежелательно. Дальше, что еще идет у нас? Так, Юля что-то мне добавила, мы потом посмотрим, что она там добавила. Если успеем, уже взяла все уже. Так вот, это рваные носки, рваные колготки, например. Колготки могут показывать, именно вот настроение могут быть. А рваные носки, это тоже рваные, это может быть незащищенность некоторая. Вы стремитесь к защищенности, а тут нет защищенности. Это могут рваться отношения. Еще показывают углы. Понимаете, вот углы, внутренние углы. Если ваш мужчина, с которым вы общаетесь, он стоит в углу, угол, особенно если еще спиной стоит, ну, большая вероятность, что вы можете с ним расстаться по внутренним каким-то причинам. У женщины тоже она увидела своего жениха, который стоял в углу, и у них расстроилась свадьба. Было такое. Что еще с обувью связано? С обувью связано, опять вы смотрите, какая. Если с натуральной кожей, если вот во сне вы слушаете символы. Вы, например, поснулись и знаете, что вы купили обувь натуральной кожей. Натуральная, это значит, это ваш человек. Это ваш человек и все остальное. Вы смотрите. Если они темненькие, например, черные, это может быть кавалеры темноволосые. Может быть высокие, на высоком, например, устойчивом каблуке. И это высокий социальный статус у него. Так, что тут у нас идет? Ну-ка, давайте посмотрим. Приснила спокойно май, принесла белые пакеты в маечке. В них живые цветы с корнями и с землей. Цветы с корнями, комком черной земли. Много цветов, и они мелкие, похожие на полевые. Ты спросила, я спросила, ты с дачи? Спросила, ты с дачи? Я спросила, ты с дачи? Наверное, принесла в этом отношение. Цветы с корнями. Черная земли, много цветов, они все мелкие, похожие на полевые. Но в выходные дни какие-то могут быть не очень приятные события у вас могут быть. Почему? Потому что дача – это выходной день. Цветы могут быть связаны или с детьми, или это самое, или корни ваши какие-то, цветы. Может быть, именно вот с этим связаны. Какие-то не очень позитивные моменты могут быть в выходной день. Так, дальше. Обувь. Поэтому высокий социальный статус, высокий каблук. Если устойчивая хорошая платформа, у человека будут устойчивые хорошие отношения. То есть, некоторая доля защищенности может быть. Если опять свет. Если светлые. Может быть, светлые отношения. Если приятной рассветке, такой, будем говорить, красивый, например. Значит, если это сапоги, то зимой. Зимой, мы говорили, пора года. Если это идет, например, так. Если идет у нас замок. Вот есть, когда женщина застегивает замок. И они хорошо, высоко застегиваются. Это соединение. Вы как бы соединяетесь с этим человеком. Это замок. И если он хорошо, легко закрывается, значит, это ваш человек. Вот тут мне женщина писала, как узнать, он ли или не он. Вот поэтому вы смотрите. Есть, когда искусственная кожа. Вы знаете, во сне искусственная кожа. Значит, там какая-то, будем говорить так, ненадолго могут быть отношения. Или не очень искренние отношения. Но, опять, если вы не знаете ни искусственное, ни просто сапоги. Вот здесь не заморачивайтесь. Просто кавалер. Все. Тут нет указания. Смотрите, какой он. Был сон у женщины. Помню. Еще не было толком скайпа, интернет, где нельзя было фотографии посмотреть. Прочее, прочее. Я помню, мужчина все ее обхаживал. Сейчас как раз есть такие, которые пишут. Да, я американец. Схема одна и та же. У меня недавно рассказывали. Схема одна и та же. Хотя поменяли немножко. Я остался один. Жена погибла. Я где-то воюю там. Один ребенок. Я не могу фотографии выслать, ничего. Хочу приехать в гости. Вот точно так же, сколько лет, наверное, 15 назад было, если не больше. Потому что я 26 лет только работаю. И приснились рыжие сапоги. Он ее довел практически до Нового года. Вот он сказал мне, приезжай на Новый год. Да, вот я выехал, все остальное. И потом пишет. Рыжие сапоги. Не желтые, а именно рыжие сапоги были. Рыжий цвет – это к обману. Желтый тоже, но рыжий конкретно идет к обману. И женщине он написал, да, ему в дороге обваровали. Вышли, пожалуйста, мне столько-столько денег. Ну, тут стало все понятно. Женщина расстроилась, потому что она и прическу уже сделала, и надеялась, и закупила продукты встретить дорогого гостя. Он ей подарки наобещал, что привезет. Ну, вот такая вот вещь. И приснились рыжие сапоги. То есть обхаживала вот именно таким вот образом. Какие? Если очень красивые туфли, яркие, нарядные, вам самое основное – смотреть, нравится или не нравится. И вот здесь вот, может быть, яркие какие-то отношения могут быть. Это не обязательно, что это ваше, но они могут пройти к этим отношениям. Тут есть, когда женщина меряет чужие туфли. Вот есть сны, когда она примеряет чужие туфли. Это кавалер занят. И вы покушаетесь на какого-то другого человека. То есть это может быть женатый человек или у человека, у которого есть, ну, будем говорить, любимая женщина. Вы примеряетесь к этому. Это не очень хорошо, конечно. Всяко бывает, но тем не менее. Будьте поаккуратней. Есть, когда, например, вот был сон, когда женщина увидела у себя дома стоптанные тапочки. И она потом познакомилась с мужчиной, который, ну, они практически сразу начали жить. Но дело в том, что этот мужчина был еще, по-моему, раза два в отношениях, в отношениях было, и у него были неудачные отношения. И вот это вот стоптанные тапочки, вот эти приснились. Но тем не менее они домашние были. Не помню уже, как-то не отследило, насколько у них успешно это все, но тем не менее. Еще один сон был. Вот спортивная обувь, когда снится. Спортивная обувь – это соревновательность. Всегда идет соревновательность. Вот эти все отслеживанные сны, которые я вам рассказываю. Что произошло? Она купила себе кроссовки, по-моему, спортивные кроссовки. И они были бракованные. Спасибо за ваши хорошие, будем говорить так, позитивные комментарии. Так вот, было… Кроссовки купила. Бракованные. Обратите внимание, брак. Но опять, брак – это значит не очень хорошие. И кроссовки. Что произошло? Вот она нашла мужчину, она занималась бизнесом сама. И мужчина занимался таким серьезным бизнесом. И они познакомились, уже дело доходило до свадьбы. Но дело в том, что у них виды друг на друга были разные. Он хотел, чтобы она сидела, варила борщи ему, встречала дома и все остальное. Она этого не хотела. Она хотела заниматься своим собственным бизнесом. Да, она не отказывалась от борщей и все остальное, но как выйдет? И поэтому до какой-то степени они немножко пожили вместе и потом разбежались. Вот это соревновательность. Так, постель поправлять, двухспальную укладывать сначала. Его подушку, потом выше свою. О чем это? Его мама сказала, что ему повезло со мной. Сначала, потом выше свою. Сначала его подушку. Ну, двухспальная кровать. То есть, это парные отношения. Вот двухспальная кровать, это к паре идет. Но сначала его подушку укладывать, потом выше свою. Дело в том, что вы, скорее всего, за ним. В первую очередь, за ним ухаживаете больше. Но, тем не менее, свою подушку вы ставите выше. То есть, это говорит о том, что, ну, он говорит, рулите вы в этих парах. Поэтому мама и сказала, что ему повезло с вами. Ну, потому что, скорее всего, она и рулит в вашей паре. Потому что выше идет. Может быть, вы этого не замечаете. То есть, что где-то повыше. По-умному женщине, если поступает, почему бы нет. Так, дальше что у нас идет. Так, ну, про обык можно много рассказывать. Много. Резиновые сапоги. Резиновые сапоги защита. Защита очень хорошая. Если они красивые, хорошие, это защита от, будем говорить, от материальных проблем, может быть. Защита от каких-то социума, ну и прочее. Это тоже неплохая вот вещь. Ну, вы уже поняли, что как можно рассматривать именно вот эти все, эти, будем говорить, отношения. Если старая обувь. Вот у женщин, например, так скажете, в реальной жизни нет физического влечения. А вот во сне к мужу дикие желания. Как так? Нет физического влечения. Это надо к секс-фотологу, во-первых, первое, нет физического влечения во сне. Дело в том, что у вас именно ночью пробуждается сексуальная энергия. Она у вас неизрасходна. Значит, или муж плохо к вам подходит, или вы... Вообще эта тема должна обговариваться. Эта тема должна обязательно обговариваться. Если вас что-то не устраивает, его не устраивает. Есть очень интимные вещи, которые женщина боится иногда, или мужчина, можно сказать, о своих желаниях. Очень интересно, у меня когда-то была подруга. Ой, это бог знает сколько. Она работала врачом-гинекологом. И она... Тогда же не было вот то оральный, то анальный, то еще какие-то вот эти все эти виды, будем говорить, сексуального вожделения. И она, когда вот рассказывала, она говорит, им профессор один сказал. Он говорит, все, что для двоих приемлемо, это норма. Когда они у них спросили, что такое норма именно в сексуальных отношениях. Он говорит, все, что приемлемо для двоих и нравится, это норма. То, что для одного не нравится, это уже не норма. Поэтому вот здесь вот, может быть, вам стоит поговорить про мужа. Почему? Потому что если во сне дикие желания идут, но к мужу это хорошо, что не к другому мужчине. Это тоже, значит, еще не все потеряно. Здесь идет, что с ним надо говорить о своих желаниях. Что вы хотели бы именно, каким образом и все остальное. Даже если это будет не очень приемлемо. Я вспоминаю, у меня была консультация с женщиной, тоже по снам. И я определила по снам, что ей очень не хотелось бы, чтобы ее взяли силы. Поэтому она говорит, у меня муж очень ласковый. Если я ему скажу это. Она засмущалась, когда я его расшифровала отцом. Потому что она не думала, что это можно рассказывать. Она говорит, он скажет, что я какая-то извращенка. Поэтому, ну, это есть именно вот то, что возбуждает. И все остальное называется сейчас на данном этапе жесткий секс, по-моему. Поэтому вот здесь надо разговаривать вам. Просто в реальной жизни надо с ним разговаривать. Ну, подходите. Почему? Потому что можете ему где-то сказать. Ему объясните, например, в полушутливом виде, что только я могу с тобой во сне. Почему? Потому что именно тогда ты меня понимаешь. Надо где-то на физическом уровне в реальной жизни посмотреть. Так, именно снится все, что хорошо. Вот в реальной жизни никак. Ну вот, я уже поэтому и объяснила. Именно так. Так, что там в реальной жизни именно? Так, мужчин целовал мои ноги. Что бы это значить? Во сне знакомый мужчина целовал мои ноги. Знакомый мужчина, опять какое отношение вы идете? Дело в том, что целовал ваши ноги. Может быть, целовать это, будем говорить так, первое. Это информационная вещь. Может быть, он хочет, чтобы было какое-то движение с вашей стороны. Если вы видите, что он заинтересован в вас. Потому что знакомый это знак какой-то. Это не обязательно, что этот знакомый. Может быть, другой мужчина. Почему? Потому что это если вот коллега, знакомый коллега у вас. Здесь, может быть, не обязательно, что это может быть сексуальная какая-то вещь. Это может быть движение какое-то идет. Опять же, зачем связан мужчина знакомый ваш? Поэтому целовать это информация. Информация о том, что какое-то движение должно происходить от вас в этом вопросе. Так, дальше. Ну, про обувь немножко чуть-чуть уже. Могу рассказывать очень долго. Долго примеры приводить. Все остальное. Хотелось бы еще какие-то символы сказать. О то время уже у нас. Видите, какая интересная тема. И у нас быстро пролетает это все. Штаны. Штаны связаны тоже с мужчиной очень часто. Хотя женщины... Женщины иногда тоже вроде штаны носят. Ну, женщины как бы брюки. Может быть, шортики. Может быть, что как-то называется. А тут, конечно, штаны. Помню, женщине приснился сон, что она входит в свою спальню и видит, что у нее на кровати разложены мужские штаны. Именно мужские штаны. При консультации было понятно, что женщине нужен просто мужчина для социального статуса. Любой мужчина. Но ей надо для социального статуса. Что она замужем. Что у нее есть мужчина. Что она не одинока. Вот именно вот такие вещи. Поэтому вот эти штаны. Поэтому, то есть, так неуважительно, как бы, вот, вроде бы, как мужчине относятся. Так. Может быть, костюмы. Если серьезный какой-то нормальный костюм, женщина видит. Костюм, будем говорить так, из гардероба вытаскивает. Не на себе надетый. Именно вот здесь, если он на себе надетый, это может быть деловой какой-то встречи, деловое повышение по карьере и все остальное. А здесь нет. Костюм мужской, значит, из шкафа. Значит, тут может появиться мужчина, который будет, ну, он говорит, где-то работать при костюмах. То есть, при каком-то социальном статусе. Мужчина. Все, женщина, женщина. Вот, например, мужчине. Если мужчина, он видит вазу. Это значит, во сне. Это символ вазы, может быть. Это говорит о том, что ваза это, ну, будем говорить, фигуристая женщина. Ваза, тем более, она одна. Опять, если побитая ваза, значит, отношения могут разлаяться. Если, будем говорить, красивая ваза, значит, женщина будет фигуристая, красивая и приятная, например. Опять цвет вазы смотрит, что в ней стоит и прочее, прочее. Если в ней стоит много цветов, значит, женщина, которая может родить детей. Так, ведьма. Мужчине смеется, может, ведьма снится. Если женщине, это разные вещи. А мужчине, если ей снится, женщина-ведьма. Ну, будем говорить, так, ведьма – это женщина, которая много знает. Первое. Но у нас ведьма снится колдовству в основном. У женщин особенно. У мужчин, может быть, ведьма. Знаете, вот когда женщина, ну она и ведьма. Поэтому без, может быть, без колдовства. Ну там может быть какое-нибудь небольшое. Но очень отвратительный характер. Очень отвратительный характер. Точно так же, как у Бабы-Яга. Мало то, что у ведьмы, может, хоть внешность будет хорошая, приятная, то у Бабы-Яги вряд ли будет. Он говорит, там, скорее всего, некрасивая внешность. Плюс еще и скверный характер. Хотя не исключено, что могут быть магические действия. Поэтому аисты тоже. Вот если два аиста сидят в гнезде, это говорит о том, что скоро вы выйдете замуж, и у вас будет свое гнездо. Если, например, вот гнездо, бьют гнездо. Рядом с домом где-то гнездо. Или гнездо просто, видите. Это может быть именно к парным отношениям. Голуби, пара голубей, пара лебедей. Вот находите пару свою. Вот именно к этому. К чему снятся измены? Вот просто если вам во сне изменили, я вам сразу говорю, никаких измен быть не может. Измена – это изменение в ваших взаимоотношениях с вашим партнером. Если вы плачете, рыдаете, что вам изменили, это изменение в ваших отношениях в лучшую сторону. Если вы злорадствуете в этом измена, или смеетесь, издеваетесь, значит, у вас отношения идут в худшую сторону. То есть изменение отношений. Поэтому вот здесь вот надо где-то смотреть. Это измены снятся совершенно к другому. Например, грязные трусы. Это конкретно идёт именно в сексуальные измены. Грязное бельё. Бельё – это уже, когда уже более длительное отношение с грязной трусой, то там, может быть, разовые какие-то варианты идут. То грязное бельё – это то, что вы тянете домой. Грязное бельё. И о вас уже могут многие знать. Почему? Потому что здесь вот это, знаете, полоскать грязное бельё. Вот люди уже сплетничают про это. И многие знают. Чужие тапочки, например, вы видите в доме. Чужие тапочки. Значит, здесь кто-то входит. Кто-то мешает вам. Так, а курить во сне? Так. А курить во сне? Что значит? Жизнь не курю. Но во сне никогда ещё не курила. Потом даже прикурила от зажигалки. Огонён был очень маленький. Но курить во сне очень… Если вы курите, значит, здесь, может быть, первое. Вот во сне никогда не курила. А тут прикурила от зажигалки. Огон был очень маленький. Значит, здесь, скорее всего, может быть, чуть-чуть вы меньше начинаете курить. Или потребность меньше в курево у вас есть. Если человек не курит, а ему снится, что он курит, это нервное состояние. Очень часто уже отслежен символ, когда человек нервничает. Нервничает, переживает и всё остальное. Поэтому возвращаемся дальше. Так, кровати. Жёлтые цветы. Очень часто к обману. Вообще же, рыжий цвет – это всегда в основном к обману. Рыжий очень редко бывает. Но рыжая, ржавчина рыжая – это тоже иногда. Но, будем говорить так, какое-то исключение небольшое. Но рыжий цвет очень часто бывает к обману. Когда вашему мужчину уходит другая женщина. Он уходит с другой женщины. Тут конкретно идёт ключевая фраза. Уходит с другой женщины. Смотрите, значит, за вашим мужем. Если он задерживается на работе часто и всё остальное, это причина ему не доверять. Почему? Потому что сон конкретно рассказывает о том, что он уходит, его уводит другая женщина. Может, мужчина даже и не знать об этом. Но у женщин свои намерения есть. Понимаете? Мужчина иногда думает так. Бывает всякое так. Был очень болезненный развод. Молодой Боверс. Прошло 8 лет. Часто снится, что мы сходимся, и я его бросаю. Так. Так. Бросаю жесткостью. И честно. Жестокостью и честно. Это компенсированный сон. Значит, что-то вы во время развода, был болезненный развод. Вы что-то, какие-то свои эмоции не выплеснули. Вот сейчас это называется компенсаторные сны. Поэтому, то есть, вы готовы еще вроде бы как сходиться, но потом вы более жестко это все делаете. То есть, это компенсаторные сны называются. Так, дальше. Что у нас идет? Измены, я уже сказала. Ну, очень часто бывает вот собаки, например. Собаки очень часто снятся, например, к родственникам. Большинство к родственникам снятся. Но здесь идет не... Иногда собаки снятся к любовникам. Любовникам, человеку, который... Собака друг. Вроде бы как друг, а потом перерастают какие-то другие отношения. То есть, это могут быть серьезные нормальные отношения, которые могут привести... Но, вы говорите, к серьезным отношениям, к браку могут привести. ЗАГСы тоже идут. Вот ЗАГС, это там, где регистрируются. Иногда ЗАГСы могут показывать на смерть. Почему? Потому что в ЗАГСе и регистрируют и рождение ребенка, и смерть регистрируют, и брак регистрируют. Поэтому там надо смотреть дополнительные символы. Так, ну что еще рассказать по этому? Ну, кошки, еще по кошкам можно. Много можно рассказать, символов очень много. Но хотя бы вот такие общие я вам рассказала. Значит, кошки могут показывать ваши взаимоотношения, которые есть. Кошка это домашнее животное, и она просто связана с домом, с семьей, и очень часто. И если вы видите во сне маленького котеночка, но вы еще не замужем, вполне возможно, что вы уже готовы построить семейное взаимоотношение. Или с вами готовы построить семейное взаимоотношение. Вы уже начинаете рождаться, как семья. Если вы видите кота, который облезлый, больной, все остальное, это ваше взаимоотношение. Это ваше взаимоотношение. Черный кот, может быть, магические какие-то действия, или депрессивные, то есть не очень хорошие. Если красивый котик, вы видите, пушистый, такой цветной, и все остальное. Особенно если 30 лет, и говорят счастливо, значит вы счастливы, или выйдете замуж, или у вас уже счастливая семья. Ну, в любой семье есть разное. Почему? Потому что есть разные взаимоотношения, и бывают и ссоры, и все остальное, но тем не менее. Говорят по-разному. Говорят, можно поссориться, потом можно помириться. Достаточно, вы говорите, ну это опыт, определенный опыт. Нету семей, которые не ссорятся. По-разному ссорятся и по-разному мерятся. Так, ну что, давайте ответим на ваши вопросы, которые Надя мне ответила, которые мне сказали. Так, какой вопрос у меня был? Вот так. Как понять по сну, что он тот самый? Да, кольца еще снятся. Очень часто кольца, если вы видите у себя на пальцах кольца, смотря на каком пальце. На безымянном пальце, там где обручальное. И обручальное особенно идут. Ну, если обручальное, например, поломанное, значит, большая вероятность, может быть, к разводу. Лопнуто, упало кольцо. Это одно. Но если подняли обручальное кольцо, значит, или вы поработали над своими взаимоотношениями, многие вещи поняли, и вы можете взаимодействовать отношения. Или же просто кто-то, будем говорить так, развелся, и вы подняли этого человека, и вы с ним будете жить. И может, достаточно успешно. Опять смотрится по всему сну. Так, дальше смотрим мы, что у нас тут идет. Так, вопрос. Дочь и я пробрались в квартиру ее конкурентки по сцене. Дочь украла у нее почти новые кроссы. Ну, тут надо знать, что значит у вас по сцене ее конкурентка. То есть, где-то она обойдет эту конкурентку. Опять вот кроссовочки. Видите? Поэтому, что такое кроссовки? Это соревновательность. Это могут соревноваться. Почти новые кроссовки украла. Украсть, ну, взять чужую. Поэтому ей, которая не предназначена была. Поэтому, ну, опять конкурентка. Конкурентка. Почти новые какие-то. Может быть, человек уже начал. Если по сцене, значит, начал какую-то программу. И здесь вполне возможно, что-то может случиться, что все это придет к ней. Тайя, тут вот я так не поняла. Сон. Я перебегаю пути. Мама, жест поддержки. Поезд скорый мимо в туннель. А потом резко ко мне. Ну, вот здесь вот перебегаете пути. Перебегаете. Что такое перебегаете пути? Это временно вам, ну, будем говорить так, встречается какое-то движение, которое вы пока не используете. Вам время еще рано его использовать. Поезд очень быстро идет движение. Это по судьбе. Поезд всегда связан с судьбой. И здесь скорый в туннель, он должен был зайти в туннель. Тут должен был пройти какой-то период времени, когда вы должны резко в него, то есть резко остановиться перед вами, то есть в который вы должны войти. Поэтому здесь не надо опережать карму. Но, тем не менее, события, которые у вас сейчас вот могут происходить, они пока мало касаются вас. Но через какое-то время они будут касаться достаточно активно вас. Почему? Потому что резко перед вами остановился поезд. Ну, это движение судьбы. Движение судьбы и в своем варианте. Почему? Потому что там вагончики идут. Вот из него можно выйти, пойти где-то. Но здесь вот поезд идет по определенным рейсам. От начала до конца. Поэтому, как правило, вы должны с кем-то встретиться. Какой-то отрезок пути проехать. А потом дальше, дальше, дальше. Вы можете выходить, идти по своим делам и все остальное. Но поезд, это всегда, будем говорить, какие-то предоставляются возможности. Отдать карму, проработать карму, будем говорить, заработать карму. Вот эти все эти вещи, они как бы идут. Ну что, больше никто ничего не написал, да? Ну все, время у нас успели. Молодцы мы с вами. Давайте до следующего раза. Я думаю, что опять в пятницу мы соберемся. Напишите, какие вы хотели бы темы раскрыть. Напишите. Может быть, вам что-то очень важно по теме. Мы ее можем проработать. Ну все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...